В центре Вашингтона Этот фильм снимался на разных континентах, в разных странах, которые стали объектами имперских амбиций США. Это фильм о цинизме и лучливости официального Вашингтона, об американской демократии, в пентагоновском обличье, о том, что скрывается под гримом американских мифов о свободе, равенстве, братстве. Когда я говорю, что я человек терпеливый, я сам думаю, что я терпеливый. Хорошо думать о себе не запретишь. И это успокаивает. А то ведь что порой получается? Вот, например, на пресс-конференции в Китае. Совершенно спокойного человека вдруг стали доставать разными там вопросами, да еще по Ираку. Мол, когда же вы, господин Буш, нам наконец-то покажете, что давно обещали? То страшное оружие, которым Саддам Хусейн хотел, мол, угробить США и все вокруг них остальное. На такие некультурные кодкости Буш и отвечать не захотел. Взял и пошел терпеливый к выходу. Но тут вот неувязочка вышла. Когда на себя тянешь, оказывается, выход порой, ох, как трудно найти. Тем более вопросы неудобные остаются. Америка, скажи мне, за что ты убила моего брата Ивана? Пять лет мы видим только беды и погребальные колонны. Пол и погреб на колоннах, я играть собралась. Смивуйся, Отче Святой. Помоги мне, маленький, понять, почему у меня сегодня отнимают детство. Почему убили моего брата Ивана и одноклассника Пинту, ученика нашей школы. Их убил зверь в человеческом облике. На Бога молюсь и на тебя, Отче Святой. Не заклинаю тебя распятием Христа. Помоги, чтобы их хоть Божья кара настигла, раз уж человеческое не может или не хочет. Молитва сербской девочки Елены. Сколько слез детских пролито, сколько миллионов судеб людских изломано, искалечено. Во имя свободы? Во имя демократии? А еще нас уверяют, что во имя христианских ценностей. Еще в начале прошлого века в Сенате США прозвучало вот такое душесчепательное заявление сенатора Бевериджа. Из всей человеческой рации Всевышний выделил американский народ как нацию, избранную в конечном итоге руководить духовным возрождением мира. Такова божественная миссия Америки. Эта миссия, уточнил сенатора уже Билл Клинтон, не ограничивается территорией Соединенных Штатов, а тем более улицы Пенсильвания-Авеню, на которой стоит Белый дом. Так Блинтон сказал на весь Белый свет, чтобы знали, мол, Пенсильвания-Авеню проходит через Париж и Лондон, Анкару и Тегеран, Нью-Дели и Токио. И если Вашингтон является столицей свободного мира, президент США должен быть его лидером. Этого требует наша Конституция, этого требует наша история, этого требует наше выживание. Все человечество сегодня находится под большой угрозой, нового миропорядка, когда лидеры Соединенных Штатов Америки претендуют на то, чтобы стать единовластными хозяевами Вселенной. Американцы считают, что есть глобус США, есть Америка, она Америка превыше всего, а всех остальных они считают в качестве всяких там чебурашек, тараканов, там, мурзилок и так далее. То есть они всерьез никому не относятся. Ну, конечно, американская политика полна аморальности, двойных стандартов и чего не хотите. И все, что не соответствует американской модели демократии, это все плохо и подлежит исправлению. Скажем, белорусская модель демократии неправильная, российская неправильная, украинская, ну, все неправильные, европейские даже неправильные, американская только правильно. Это все больше понимают и сами американцы. Перед вами Вашингтон и та самая Пенсильвания-авеню, 1 мая 1965 года. Именно в тот день Америка, познавшая цену прохождения Пенсильвания-авеню через Вьетнам, впервые сдала вопрос, адресованный тогда Джонсону. Президент, а сколько молодых парней ты убил сегодня? Спустя 40 лет тот же неудобный вопрос Америка адресует уже Джорджу Бушу-младшему. Буш, а сколько молодых парней ты убил сегодня? История, как видим, повторяется. Неизменным остается ложь и цинизм политики Белого дома, в том числе и по отношению к своему же народу, осчастливленному самой образцовой демократии. Это вот Калифорния, взорванная в 1964 году волнениями студентов университета города Беркви. Пять лет штат Калифорния напоминал, как видите, кипящий котел политических требований, в том числе против расизма. Пять лет американская демократия окрашивалась здесь кровью так называемых черных пантер, активистов некритянского движения за права и свободы личности. Жуткое зрелище, не правда ли? И вот эту демократию Америка несла тогда же недоразвитым народом Вьетнама, Камбоджи, Лаоса. Кстати, губернатором Калифорнии был тогда Рональд Рейган, будущий президент США и, как нас уверяют, один из образцовых защитников свободы и демократии во всем мире. У себя дома Рейган решил эту проблему, но просто артистически. Ввел в Беркви несколько тысяч национальных гвардейцев во всеоружии, готовых к штыковому бою. И всего за 17 дней оккупации города демократия здесь, как миленькая, восторжествовала. Рейгану, правда, задали тогда тоже несколько неудобных вопросов. А правда ли, господин губернатор, что вы в перерывах между съемками фильмов сдали ФБР несколько десятков своих коллег по Голливуду, актеров и режиссеров? Как мол, политически неблагонадежных? И не мешает ли это вам спать спокойно в мягкой постели губернаторской, когда сданные вам коллеги спят на нарах? Да, неустанный поборник свободы и демократии Рональд Рейган был, оказывается, еще и тривиальным сексотом, доносчиком, причастным к составлению черного списка сотрудников Голливуда, неугодных недейманному оку ФБР. И хотя Рейган делал это не так охотно, как некоторые, но это позор для него и для истории Соединенных Штатов. Циничная история Соединенных Штатов и зловещая шутка сексота ФБР, ставшего уже президентом США. Готовясь к выступлению по телевидению, вы видите этот момент, глава Белого дома, не зная, что микрофоны и телекамеры были включены и вдруг заявил. С удовлетворением заявляю вам, что я только что подписал акт, избавляющий нас от России раз и навсегда. Мы начинаем бомбардировки через пять минут. Здесь гораздо больше поймешь от такой маленькой детали, гораздо больше поймешь, что такое президент американский, что такое Рейган в роли президента, бывший актер. Шеступрине на уровне Белого дома. А сказано-то было вроде бы в психическом здравии президента, еще до разжижения мозга поразившего этого шутника и актера под конец его бурной деятельности на политических подмостках Америки, когда еще и не такое произносилось. Чтение это не искусство, это наука. штат Аризона, его столица город Феникс, а это единственная здесь в якобы христианской Америке православная церковь. Батюшка Виссарион, бывший военный летчик, когда-то воевал в Корее, после чего, замаливая грехи, пришел к разумению далеко не божественных помыслов тех, кто верховодит в Вашингтоне. Вы в России и в Белоруссии должны как можно скорее понять, что теперь именно на вас главная надежда, потому что усиливается политика колонизаторов, разделяй и властвуй. И когда, например, на Балканах делят Югославию на Хорватию, Боснию, Сербию, Македонию, Косово, а это этнически один народ, но искусственно разделенный в истории на католиков, мусульман и православных, то знайте, так же делить будут и вас. Потому что устанавливается, я не знаю, слышали ли вы этот термин, в Америке он широко, в последнее время, особенно с времен президента Буша, новый мировой порядок. New World Order. Человечеству грозит планетарная диктатура. Новый мировой порядок и глобальный концлагерь. Так вот, мы в Сербии на своем горьком опыте, своей жизнью прочувствовали, что такое новый мировой порядок. Реально, конкретно. И когда все завесы уже упадут, на примере нашей страны откроется трагедия всего нынешнего мира. То, что случилось во всем мире, у нас произошло в концентрированной форме. в концентрированной форме. У концентрированной форме. 24 марта 1999 года. 78 дней и ночей ожесточенных бомбежек и ракетных обстрелов, последние на Балканах страны, свободные от западной демократии. Такого Югославия не знала со времен фашистской агрессии в 41-м черном году. Небольшая правда детали. В 41-м сербы прятали от гестапо в Белграде маленькую еврейскую девочку Мадлен. Ту самую Мадлен, которая стала госсекретарем Соединенных Штатов. Мадлен Олбрайт от Благодаряева. Сербия испокон веков была одним из центров славянской культуры и славянской государственности здесь вот на Балканах. Одновременно это была всегда и пороховая бочка Европы. После Второй мировой войны Югославия Иосифа Бростита стала для Соединенных Штатов чуть ли не главным козырем в дипломатической игре против стран-участника Варшавского договора. Вашингтон всячески поддерживал и поощрял Белград за его политическое дистанцирование от Советского Союза и социалистических государств Восточной Европы, как премьер говорили в Белом Доме истинной демократии, независимости и суверенитета. Но как только Советский Союз и Варшавский договор исчезли с политической карты мира, югославская, скажем так, упёртость, самостоятельность стали для Белого Дома уже костью в горле. Америка сразу же решила разделить Югославию на части, так как Балканами легче управлять, если вместо одного государства есть 4-5 небольших, что очень удобно для доминирования, а также, в чём мы убедились позже, и для оккупации. Всюду в мире находятся какие-то точки, которые якобы угрожают Америке, и где Америка должна вмешаться. А мы оказались на пути американского прорыва на восток, к бывшему Советскому Союзу, то есть к России и бывшим Советским Республикам, и поэтому Югославия была разорвана на части. Югославская демократия была объявлена тиранией. Слободан Милошевич уже диктатор. Героями дня провозглашались политики, которые раздирали Югославскую Федерацию на счастье. Героями, хотя многие из них действовали в духе профашистских националистов времён гитлеровской оккупации Югославии. Так представитель США в ООН господин Холбрук, открывая вместе с хорватским диктатором Франио Туджваном военный мемориал в Боснии, скажет на телекамеру буквально следующее. Я очень рад стоять здесь одной семьёй, рядом с человеком без храбрости и решительности, которого Босния и Герцеговина не существовало бы. Алия Изетбегович. Я очень рад назвать Изетбеговича своим другом. Строгательно, не правда ли? В одной дружественной упряжке американский дипломат, бывший лидер профашистской организации на Балканах молодые мусульмане и военный преступник Туджман. Это показательный пример официальной политики США. Франьо Туджман был авторитарным правителем, националистом и шовинистом. Во время его правления в Хорватии проводились этнические чистки, ликвидация сербов, причём в тех областях Хорватии, где сербы жили веками и составляли этническое большинство. Алия Изетбегович был родоначальником формирования мусульманской лиги, типа Гитлер-Югентона на Балканах. Высказывание дипломата США, что те преступники лучшие друзья Америки, говорит о многом. Этих лучших друзей даже Гаакский трибунал, который во многом финансируется Соединёнными Штатами, сегодня называет преступниками. Если бы Франьо Туджман не умер, ему заявила Луиза Буль, обвинитель в Гаакском трибунале, предъявили бы обвинение. А против Алии Изетбеговича уже велось следствие, но он тоже умер, избежав заслуженного возмездия. Он так же из Хашького трибунала стыкнул сообщение «Дай против него вводжина истрога». А вот ещё один лучший друг США Пиночет, на счёту которого тысячи замученных и пропавших без вести патриотов Чили и других стран, в том числе Аргентины, Испании, Италии. Имя президента Чили Сальвадора Альенде убитого Пиночетовской хунтой сегодня в названиях улиц и площадей чизийской столицы. Тех самых улиц и площадей, которые более 30 лет назад поддержали Сальвадора Альенде, депутата парламента и литера социалистической партии страны. Поддержали курс Альенде на борьбу с проамериканскими олигархами, с коррупцией продажных чиновников, спустивших национальные богатства страны монополиям Соединенных Штатов. И этот курс популярного среди чилийских трудящихся политика вызвал буквально панику в Белом Доме. Генри Киссингер, тогдашний госсекретарь США, в разговоре с президентом Никсоном заявил, Я не вижу почему мы должны пассивно стоять и наблюдать как страна становится коммунистической благодаря безответственности ее народа. Возмущенный такой безответственностью этого народа, который к тому же захотел еще и отобрать у американцев медные рудники в своих чилийских андах, Никсон дает команду директору ЦРУ Хелмсу срочно посмотреть, что можно сделать, чтобы Альенде не пришел к власти. Если есть хотя бы один шанс из десяти от него избавиться, мы должны попробовать. США и их сторонники нетерпимо относятся к странам, которые стремятся в любых условиях отстоять собственный суверенитет, свою независимость. Таким государством, не желающим склоняться перед Америкой, а среди них и наша Сирия, и ваша Беларусь, подчас приходится платить огромную цену за проведение независимого курса. Американцы не демократию защищают. Путем контрреволюции, переворотов США делают все, чтобы не позволить как раз настоящим демократическим правительствам прийти к власти. Так было в Венесуэле с Уго Чавесом, так было намного раньше и с Сальвадором Альенде в Чире. Выступая на митинге перед избравшим его народом, Альенде сказал, «Вместе со мной в президентский дворец Ля Монеда войдет народ». Это была сенсация. Впервые в истории американского континента к власти пришел конституционным путем демократических выборов кандидат от левых сил, исповедующий идеи социализма. Альенде отменяет более 20 декретов о повышении цен. Увеличивается зарплата, вводится бесплатное медицинское обслуживание. Каждый ребенок до 15 лет стал получать от государства по полулитра молока, бесплатно и каждый день. Тысячи детей были спасены этим от голодной смерти. Доброй традицией стали обращения Альенде напрямую к народу с балкона президентского дворца Ле-Монеда. Стены президентского дворца Ле-Монеда свидетель одной из величайших драм Чилийской революции. Именно здесь Сальвадор Альенде назначил командующим сухопутными вооруженными силами Чили генерала Пиночета. И именно Пиночет, купленный ЦРУ, предал Сальвадора Альенде. На подкуп черных генералов Никсон денег не пожалел. Если Щелнсу с его ЦРУ нужны 10 миллионов долларов, мы их дадим. Одновременно следует прекратить всякую помощь Чили. Мы будем давить экономику этой страной, пока она не запищит. Ради больших денег, об этом еще и Маркс писал, и Ленин писали, они не глупые были люди на самом деле, ради больших денег можно на самом деле и загубить любую власть, любую оппозицию, и даже любого президента. А ведь вся экономика этой ограбленной американскими монополиями страны была привязана именно к США. И блокада Чили, как блокада Кубы, других непослушных Америки стран стала сродни геноциду, именно голодом и развалом экономики задушить непокорный народ. Когда же и организованный голод не сломил доверие большинства чилийских трудящихся к идеям Сальвадора Альенде, американский посол в Чили Натаниэл Дэвис приказывает Пиночетту и его хунте пора. Альенде была иллюзия, что в Чили никогда не было военных переворотов, что армия будет всегда нейтральной, как она была причина. Но он забыл, что когда затрагиваются интересы кругов грабящих страну, то уже они забывают все традиции конституционные. И в этом заключается трагедия Сальвадора Альенде. На этой брусчатке еще видны следы от гусениц танков, которые генерал Пиночетт вывел сюда на площадь перед дворцом Ля Монеда для расстрела резиденции президента Сальвадора Альенде прямой наводкой. Когда Пиночетт пришел в классе, я вообще учился где-то в начальных классах. Для меня слово Пиночетт это вот котов называли мерзких Пиночеттами, потом их стали называть Чубайсами, до этого их называли именно Пиночеттами. Поэтому слово такое нарицательное явление. И конечно никакой симпатии с точки зрения нашего воспитания к этой фигуре у нас не было. Арестованных патриотов было так много, что обычных тюрем для них не хватало. И тогда избитых, покалеченных, израненных людей свозили вот сюда в чашу столичного стадиона и содержали здесь без суда и следствия под открытым небом, без воды, без пищи. Пиночетт фашист. Альенде был примером для всей Латинской Америки. Пиночетт разрушил резиденцию Ля-Монеда, убил Альенде. Во время карательной операции Кондор были замучены, пропали без вести сотни и тысячи патриотов в Чили. Да, этот лучший друг Соединенных Штатов сполна отработал доверие и гонорары Вашингтона. Вот почему, когда Пиночетт и чилийцы все-таки свергли, американские адвокаты делают все возможное, чтобы спасти этого заслуженного демократа-убийцу от заслуженной тюремной камеры. Мол, слабоумный он, мол, ничего он не помнит. Я горжусь быть нацией, основанной на таких замечательных ценностях. Пока Солнечной Кубой управлял здешний пиночет генерал Батиста, Вашингтон пел этому островному государству самые хвалебные песни. Тогдашняя Куба с ее пляжными и прочими прелестями была она просто раем для звездно-полосатых соседей. До 1959 года Куба была публичным домом для Соединенных Штатов. Так было, и этого нельзя отрицать. Американцы приезжали на Кубу, чтобы купить проститутку. Вот чем была Куба для американцев до 1959 года. Куба 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 Народу практически ничего не принадлежало, потому что большинство кубинцев не имело права собственности на жилье и на землю. Целые провинции принадлежали двум-трем американским компаниям. Например, бывшая провинция Камагуэй была собственностью огромной американской фирмы Кинг-Ранч Лимитед, которая занималась животноводством. Мы полностью зависели от США. Кубинская революция бакловес-комендантом Фиделя Кастро буквально потрясла Вашингтон. Да как же так? Да как-то не посмели. Президент Кеннеди, этот давний любитель кубинской клубнички, санкционирует открытое вооруженное вторжение на вдруг возникший под носом у США остров свободы. Перед вами залив Качино, что в переводе означает залив свиней. Именно здесь однажды рано утром высиделось около трех тысяч американских наемников при поддержке американской армады, при поддержке военных самолетов. Тут был страшный бой. Они хотели свергнуть считанные часы Фиделя Кастро, уничтожить кубинскую революцию. Всего 78 часов понадобилось кубинскому народу, чтобы разгромить наемников, которых презрительно назвали тогда гусанос, червяки. для многих поколений советских людей новая куба стала символом революционной романтики. И мало кто знал тогда, как трудно складывалась судьба этого песенного острова свободы, подвергнутого жесточайшей американской блокаде. Блокаде, которая вот уже 45 лет лишает кубу даже продуктов питания и лекарств. Любому судну, побывавшему на этом острове, на несколько месяцев запрещен вход в порты Соединенных Штатов. Цинизм, доведенный до уровня геноцида. Я был в ООН, когда ваш президент Александр Лукашенко выступал на Генеральной Ассамблее, говоря в частности об аморальности политики США по отношению к Кубе и не только. Ведь что такое экономическая блокада, если сравнить ее цели с Международной Конвенцией по геноциду? Это и есть геноцид, так как целью удушения нашей экономики, говорится в недавно рассекреченном меморандуме США, было, да и есть, цитирую, спровоцировать голод и отчаяние у народа Кубы. Такая политика, цель которой заставить народ страдать, это и есть политика геноцида. в Исусе. Куба выстояла. Куба не пала духом. И многочисленные туристы, в том числе и американцы, которые приезжают сюда вопреки запретам их госдепартамента, лучше тому доказательство, что у кубинцев есть где и есть чем принять гостей. Хотя, чего-чего, о трудностях и проблем здесь не сосчитать. Особенно после распада Советского Союза, когда экономически Куба долгие годы оставалась в гордом одиночестве со своими бедами, но не падая духом. Все познается в сравнении. Чтобы понять оптимизм кубинцев, нужно взглянуть на происходящее здесь глазами латиноамериканцев. Ведь далеко не случайно, что традиции кубинской революции находятся все новых и новых сторонников в самых различных странах американского континента. Вот к патриарху кубинской революции Фидели Каста приехал новый президент Боливии Эва Морали. Встреча символическая. И не только потому, что давний почитатель Фиделя первый за многовековую историю Латинской Америки президент из крестьян индейцев, но еще и потому, что выиграл он выбор частую при абсолютной поддержке простого люда под лозунгом движения к социализму. Что для Вашингтона новая головная боль, как будто мало ему Вашингтона неприятностей с марксистом президентом Венесуэлы Ого Чавесом. Тот Чавес открыто называет Белый дом разными нехорошими словами, которым этот крепыш, говорят, научился в бытность свою десантникам. Он хочет добиться того, чего смог президент Лукашенко сохранить власти Беларуси. То есть большую экономическую роль государства, государственный сектор в ключевых позициях экономики и социальная роль государства основанная на позициях экономических государств, потому что нельзя представить, что государство может сыграть определенную социальную роль, если у него нет экономических позиций. И Чабес преуспел в этом деле. Сейчас все дивиденды, вся прибыль от нефти идет на пользу народу. Конфликт Чабеса с Вашингтоном зашел так далеко, что на недавнем саммите лидеров стран Центральной и Южной Америки в Аргентине, а тот саммит проходил под грохот антибушевских демонстраций, одной из проблем было, как это провести бы Буша за спиной Чавеса, чтоб они лицом к лицу не столкнулись. Вашингтон уже неоднократно пробовал избавиться от непокорного Чавеса, который нефтяные богатства страны решил поставить на нужды трудящихся. За счет нефтедолларов своих сделал бесплатными образования, медицинское обслуживание, детское питание. И вот пару лет назад тот нашелся таки свой пиночет. Однако верные своему президенту десантники отбили Чавеса у заговорщиков, а народ на руках пронес его от тюрьмы до президентского дворца. Обвинив США во вмешательстве во внутренние дела своей уже по-революционному суверенной страны, Ого Чавес очередной раз прошелся и по хозяину Белого дома. Народ США находится под управлением убийцы сумасшедшего. Я уверен, что и американский народ с каждым днем все больше убеждается в этом. Так что нынешняя политическая карта Латинской Америки наглядно убеждает в том, что под боком у США все-таки сбывается мечта первого латиноамериканского революционера Симона Боливара. Рождаются социалистические штаты Южной Америки. Наши враги изобретательны и находчивы, и мы тоже. Они не прекращают думать о новых способах, навредить нашей стране и нашему народу. И мы тоже никогда. За эту голематью на фестивале смеха в Монреале Буш-младший получил всемирную премию за тупость. ам анализ происходящего в Южной Америке, в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в других регионах мира говорит о том, что Америка, да и вообще Запад, покупают определенный тип людей для своих неблаговидных целей. Зоран Джидич получил 70 миллионов долларов для свержения Слободана Милошевича. У нас подкупленные прикрывались вывесками так называемых гуманитарных и общественных организаций, таких как отпор и так далее. Америка этим людям платила, а те за полученные деньги отрабатывали и внедряли американские иллюзии. И многие, к сожалению, поддаются. В том числе люди очень высокого ранга, которые потом садятся в кресло президентов под американским давлением. А что такое Ющенко? А что такое Саакашвили? Это не американские ставленники на нашей бывшей советской территории, на нашем уже теперь даже не постсоветском пространстве. Это же люди проамериканские, они более американцы, чем настоящие американцы. И те президенты, которые с их помощью, с их поддержкой, с их финансовым влиянием стали президентами, это ведь тоже стратегия. Стратегия санитарного кордона вокруг России и Беларуси. И это надо уметь увидеть, понимать и оценивать реальные угрозы, исходящие из такой вот ситуации. Американцы дают деньги, чтобы установить нужный им режим доминирования через своих людей. Такая искусная тактика применялась, скажем, на Украине. Там засылали своего человека, украинца по происхождению, но американца по существу. А еще лучше пример Грузия, нынешний президент, который многие годы жил и работал в Америке. Поднакачали своего клиента Саакашвили, дали ему деньги на революцию эту бархатную. И сегодня полностью содержат антинародный проамериканский режим Саакашвили. В этом году ему выделяют на снижение 300 миллионов долларов. Все было разыграно как по нотам, с учетом возмущения грузинского народа падением в бездну нищеты и коррупции некогда, пожалуй, самой цветущей Советской Республики. Обвершалого батона Шеви американцы списали за ненадобностью, как уже отслужившую мебель, и поставили на Михаила Саакашвили, стипендиата Конгресса США, которого несколько лет натаскивали в Колумбийском университете Нью-Йорка, затем в Страсбурге. А затем, вплоть до 1995 года, Саакашвили ждал своего часа как тихий сотрудник скромной юридической фермы США. Когда Саакашвили свистнули, то ОМОН, за которым пытался спрятаться тогдашний президент Грузии Шеварнадзе, был уже под контролем американских инструкторов, как и армия, которую вооружали, одевали, кормили и обували уже не грузины, а Соединенные Штаты. Не в Грузии, а в США, по ведомости Госдепартамента, получали зарплату все шесть помощников Шеварнадзе по государственной безопасности. Кстати, теперь все министры суверенной Грузии получают зарплату тоже от Соединенных Штатов. Так что, когда Эдуард Амбросиевич, бывший член политбюро ЦК КПСС и прораб Горбачева по перестройке, а то есть по расчленению Советского Союза перестройкой, выдал миру свое сенсационное недоумение, мол, за что его сдал Вашингтон, ведь он так верно служил американцам многие годы верой и правдой, в Белом доме дипломатично отмолчались, на нервной почве, мол, и не такое может пролиться со слезами из старого человека. А сколько неудобных вопросов в связи со странением от власти легитимного президента Орландоса Паксаса в Литве. Здесь в ход пошло все, ложь, подлог, подгубь, лишь бы вернуть в президентское кресло этой балтийской страны бывшего гражданина США Адамкуса, которому народ на выборах безответственно предпочел Паксаса. А в преддверии вступления Литвы в НАТО и в другие европейские структуры, бывший член сборной СССР по авиаспорту Паксас, который еще и посмел сохранить самое доброе чувство к восточному соседу Литвы, к России, ну, совершенно был, что называется, не проханже. Несмотря на многотысячные демонстрации литовцев в защиту своего президента, Сейм и Конституционный суд Литвы объявили Паксасу импичмент. А в президентское кресло был снова посажен в б.у. президента Адамкус. Но вдруг, хотя и через полтора года, Верховный суд Литвы все-таки разобрался в ситуации с импичментом тем, и оправдывает оболганного Паксаса. Думаете, демократия восторжествовала? Как бы не так, Адамкус и Ежи с ним не собирается уступать. Мол, может, мы кого и надули, но все это, извините, в соответствии с нашей самой продвинутой демократией. Демократия здесь лишь лозунг, под прикрытием которого идет создание некой проамериканской организации. Таким образом, вы видите, в отличие от настоящей демократии, которая основана на воле народа, здесь речь идет о воле иностранцев. Демократия сейчас для американцев только пустая форма, посредством которой они хотят навязать свои имперские интересы. Беларусь в этом смысле является препятствием на пути осуществления американских планов. Из всех государств бывшего Советского Союза лишь вы не пожелали подчиниться политике США и Евросоюза. Америка хочет унифицировать мир по своему образцу. Каждый, кто не склоняется перед диктатом Америки, становится мишенью. Я думаю, что вы осознаете, что ваш народ, ваши государства должны это понять и сделать все, чтобы предупредить это насилие, целью которого является не создание чего-то, а только разрушение. У американской демократии много обличий. Это стадионы-концлагеря в Чили, это сожженные напалмом деревни в Вьетнамске в дельте реки Меконг, это и разрушенные мосты через Дунай. Во время бомбардировок и ракетных обстрелов в Сербии, и Голос Америки, и другие западные телерадиокомпании, которые ворвались в эфир страны на крыльях пентагоновских аваксов, обещали сербам, мол, извините, мы вас сначала немножко побомбим, а вот затем, когда вы получите от нас полную нашу демократию, мы все порушенное восстановим. Милосердный ангел, так называлась операция, призванная якобы предотвратить гуманитарную катастрофу в сербском крае Косово. С этой целью милосердный ангел сбросил на Югославию, в том числе и на мирно-красну Косово, десятки тысяч тонн взрывчаток. Уничтожались не только промышленные предприятия и энергетические объекты, аэродромы и коммуникации, но и жилые дома, церкви, больницы, музеи, учебные заведения, не говоря уже о многочисленных людских жертвах. Одновременно, во имя демократии, естественно, албанские террористы из военизированных формирований УЧК получали статус местной здешней полиции, а сербское и другое неалбанское население принудительно изгонялось за пределы этого издревле сербского края. Они сегодня уже не говорят о косовских албанцах, они собираются уже Косово видеть как самостоятельное будущее, видимо, какое-то государство. Сейчас их все спецслужбы активно работают, как вы знаете, в Черногории. Сепаратизм черногорский поощряется, они хотели бы еще также, используя данную войну, и Черногорию, выделить составы Югославии. Спасибо тебе, Америка, за бомбы спасибо, и за ракеты, за радиацию и химию, которая губит сейчас нас и наших детей, и за эти руины. Спасибо, Америка. Они ищут свою выгоду, чтобы Сербия исчезла, чтобы мы, славяне, были рабами, заложниками Америки. И когда не сработала против Югославии военная сила, в ход пошли другие иезуитские технологии, так называемые цветные революции. Площадь перед союзной скупщиной Сербии и Черногории. Именно здесь, вот на этой площади, перед парламентом, вот на этих ступенях, шесть лет назад происходили события, которые во многом изменили биографию этой страны. События, которые многие здесь до сих пор называют ночью обмана и днем предательства. То, что вы видели на телеэкранах, очень походило на спонтанный бунт народных масс. Но это было далеко не так. Этот бунт был организован и оплачен иностранными разведслужбами при помощи оппозиционных Милошевичу организаций, которые финансировались из-за границы. Демонстранты нужны были для ширмы, для прикрытия. Все главное было сделано спецслужбами внутри здания нашего парламента. Срочно сожжены были избирательные бюллетени, чтобы уже никто и никогда не смог проверить, кто же на самом деле выиграл тогда президентские выборы. У вас в Беларуси совсем иная ситуация. Американцы знают, что они бы сильно обожглись, если бы попытались предпринять и против Беларуси военные действия. Да и предателей, которые приняли идею американской демократии, в Беларуси не найдется столько, чтобы у вас победил когда-нибудь импортный способ навязывания чуждого вам образа жизни. Это была грязная игра. И вот спросите, а где сегодня те люди, которых вывели тогда на площадь перед Скупщиной? Что им дала Америка? Она обманула их, как обманывает всех. Наша администрация делает все, что в наших силах, чтобы завершить безвыходное положение эффективнейшим образом. Ещё философы прошлого, люди, как правило, остроумные, метко подметили, что судьба играет человеком, а человек играет на трубе. Именно игрой судьбы, а сначала её подарком, явился для Варшавы вот этот дворец культуры, который стал одним из архитектурных и политических символов польской столицы. Подарок Советского Союза ещё той, народной, Польши. Газеты писали тогда, что дворец – это символ дружбы и братства. И на официальном уровне всё это мужало и крепчало, пока та жизнь вдруг не дала трещинам. Знамя польских коммунистов вынесли куда-то из-под сводов дворца, а многие бывшие члены их ЦК быстренько вошли в НАТО и в лучшие друзья Соединённых Штатов Америки. Кое-кто даже в ранге президента новообращённой Польши. «Нас уже не трактуют, как прежнюю Польшу. Мы уже стратегический партнёр США». «И тут же к хозяину. А что нам за эту дружбу перепадёт? Может, позволите безвизовый въезд в США?» «Да», – сказал Буш, – «мы ценим отношения с Польшей. У нас в Америке, знаете, своих поляков. Несколько тысяч, несколько миллионов, извините, поправил хозяина Кваснежки. Неужели так много?» Удивился Буш, вдруг вспомнив, что друзей, а тем более новых, у Америки нет и быть не может, а есть только новые интересы. А потому в упрощении визового въезда в США для поляков Буш обидно отказал. И в обещанных по Ираку контрактах подзаработать на тамошней разрухе тоже отказал. О своих американских фирмах, мол, думать надо нам. Сегодня поляки понимают, что США нас просто использовали в своих целях. У Польши, например, были хорошие отношения с Ираком, и американцы думали, что участие поляков в войне против Багдада поможет Америке смягчить впечатление от агрессии. Не вышло. Иракцы теперь считают войско польское тоже оккупационным, как и американцы. И теперь у польского народа чувство стыда и позора, что наш когда-то великий девиз «За нашу и вашу свободу» опорочен нашей грязной агрессией против иракцев, которые борются за свою свободу. Там нам воевать не нужно. Нам нужно воевать у себя дома, с бедностью. Наши больницы в состоянии банкротства. Наши школы в состоянии банкротства. Достаточно приехать в Польшу, чтобы убедиться, как у нас все дорого. И как люди терпят от безработицы. Ведь даже по официальным данным каждый пятый поляк не имеет работу. Информационные выпуски польских телеканалов уже многие годы полны слез отчаяния. От шоковой терапии и экономики проведены здесь по рецептам заокеанских специалистов. «Всегда было плохо, но никогда, как сейчас». Наши дети ждут перед новогодними праздниками подарков, а денег на это нет. Вина в этом, конечно, правительство, которое привело к такой ситуации. Наша ситуация безнадежная, заработки, пародия. Каждый второй мой ученик ежедневно приходит в школу голодной, даже не позавтракав. Всего-то и есть, что отварная картошка для ребенка, а в школу с собой дать ему уже нечего. Я просто голоден даже в празднике, и неизвестно, как дальше, где взять деньги. Все надежды мои потеряны. Я хотел бы, чтобы пришел конец, мне уже хватит такой жизни. Единственное утешение – это чувство свободы. Народ может совершенно свободно выражать свое недовольство властями, а власти свое – народом. Обмен мнениями, как видите, идет по всем правилам демократической любезности. А еще в Новой Польше стала модной люстрация. Судебная проверка на благонадежность Соединенным Штатам и НАТОвской Атлантической Компании. Не приведи Господь, у кого на руководящей работе биография вдруг окажется замаранной хоть и двоюродным родством с любыми спецслужбами прежней народной Польши. Сразу же спишут во второсортное. Впрочем, все это – их личное, суверенное дело. Как жить, с кем дружить и чем дорожить. Если бы… Если бы ненастойчивое желание Варшавы заглядывать в наш белорусский огород, подкапливая там разных политических фруктов. Это – нетрадиционная для белорусов ориентация на США и на Польшу, которая, мол, от Можа и до Можа. На въезде в Белосток со стороны Гродно стоит вот этот памятник Юзефу Пилсовскому. Сорвый взгляд в сторону наших земель, которые пан Юзеф считал восточными крысами Польши. И мало кто знает, что именно при Пилсуцком 26 января 1934 года Польша подписала в гитлеровской Германии пакт о ненападении, одна из секретных статей которого предусматривала, что в случае войны Германии с Советским Союзом Польша будет воевать на стороне Гитлера. За это получат часть Белоруссии и Украины. Польский посол Фарижа Лукасевич в 1938 году подтвердил германскому руководству. Польша готова к войне с СССР плечом к плечу с Германией. Польское правительство уверено, что в течение трех месяцев русские войска будут полностью разгромлены, и Россия не будет больше представлять собой даже подобие государства. История распорядилась, как известно, по-иному. Красная Армия, кстати, совместно с Народным войском польским не только разгромила гитлеровскую Германию, но и вернула Польше ее исконные земли на Западе, в частности, в Ротслав, Бреславу. Те самые земли, которые теперь фактически снова под контролем германского капитала. Немцы на Западе Польши снова хозяева и фабрик, и заботов, и газет, и телеканалов, а в Варшаву подталкивают на восток, мол, там ищите свои интересы. И это ни для кого уже давно не секрет. Если, не дай бог, в Белоруссии случится переворот, как в Белграде, а после в Грузии и на Украине, на повестке дня может стать вопрос о пересмотре границ Польши с Белоруссией и Польши с Украиной. Так что, когда в Польше разгорелись душераздирающие страсти якобы преследований поляков в Белоруссии, когда в центре Варшавы по инициативе столичного мэра, ставшего впоследствии президентом Польши, собирали у сердобольных пенсионеров крупу, хлебушек, да какую-нибудь обувку хоть бы и БУ для якобы голодающих поляков, Гродно, это все не случайно. Это не придурь отдельно взятого больного. Это все давно прописано и оплачено американской стратегией политической игры на большой карте Европы. Считаю это аморальным, когда какая-то политическая партия официально собирает деньги на провокации против соседа. Я живу в Канаде, и мне просто невозможно представить, чтобы у нас в Канаде устраивалась какая-то провокация за чужие деньги против соседних США. У нас сейчас столько собственных проблем, требующих решения в нашей стране, что именно этим мы должны заниматься, а не политическими акциями против соседних. К чести поляков, проамериканский курс официальной Варшавы на вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь вызывает вполне понятное возмущение здешней общественности. Польша сейчас подчинена глобалистическому миру с одним правительством, правительством банкиров. Вот почему я с огромной симпатией отношусь к Белоруссии, так как вижу в ней бастион против этого зла. Задача была сразу создать антибелорусское настроение, что Лукашенко диктатор. Я была в Белоруссии, я знаю, что это не так. Это у нас дети голодают, например, на Мазурах. Люди вообще не имеют работы. В течение последних 15 лет ликвидированы многие предприятия, а люди выброшены на улицу. Пользуясь случаем, апеллируем к Союзу поляков в Белоруссии. Не дайте себя использовать как агентов ЦРУ против собственной отчизны, какой является для вас Белоруссия. Какая есть Белоруссия для этих właśnie Поляков. Будьте верны Белоруссии. Будьте верны власти президента Александра Лукасшенки, которого считаем за великого патриота белорусского, за великого патриота славянского. Мы с вами должны осознать многообразие путей к прогрессу, не приходящую ценность нашей цивилизации. Только она обеспечивает стабильность мира. Эти слова президента Республики Беларусь прозвучали с трибуны Генеральной Ассамблеи Организаций Объединенных Наций. Организации, которая расположена на территории Соединенных Штатов Америки, в Нью-Йорке, как дань уважения и заверия стран-учредителей ООН, в том числе и нашей Беларуси, к этой великой стране, когда-то провозгласившей своими идеалами свободу, равенство и братство. Но, судя по всему, поспешили. Не с уважением и доверием к американскому народу, он ничем не хуже, но и не лучше других, а к тем, кто верховодит Америкой, этим облотом показательной демократии, с имперским Роджером на плакштоке. Впрочем, и сами рядовые граждане США, обычно далекие от политики, начинают все чаще задумываться, почему это их прекрасную, уютную и, главное, такую сытую Америку, так, мягко говоря, не любят кое-где в других странах. Задавшись таким неудобным вопросом, известный американский писатель-публицист Гор Виддал так и назвал свои размышления, ставшие бестселлером. Почему они нас ненавидят? И хотя мы регулярно клеймим другие государства, называя их странами-изгоями, мы сами превратились в самую большую страну-изгоя. Мы не соблюдаем договоров, мы пренебрегаем международными судами, по собственному желанию мы наносим удары туда, куда вздумаем. Мы отдаем приказы ООН, но не платим членских взносов. Мы жалуемся на терроризм, но наша империя стала сегодня самым дерзким террористом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok